Стрельба в Москве, Путину сорвали спектакль, Обозреватель, Украина Юрий Бутусов, Обозреватель, Украина 20 декабря 2019 года Какой-то отчаянный человек атаковал здание приемной ФСБ в центре Москвы с охотничьим карабином САЙГА, сообщили российские СМИ Нападавший уничтожил одного и ранил троих российских вспышников, мирные люди не пострадали Также нападавший, судя по видео, специально стрелял по стене и окнам здания ФСБ Нападение произошло в момент выступления Путина на концерте в Кремле по случая Дня работников органов безопасности РФ, отмечаемого 19 декабря Путину во многом сорван весь пиар-эффект от масштабной пресс-конференции для масс-медиа В этот день Путин вручает ордена своим опричникам, присваивает звание Концерт сегодня и Путину и ФСБ полностью испорчен Не исключено, что нападавший может быть из числа борцов за свободу одной из преследуемых в РФ народностей, так уже бывало много раз Вспомнилось, как шесть чеченцев, не имевших военного опыта и подготовки, атаковали с одними ножами базу бригады российской нацгвардии в Чечне и уничтожили шестерых оккупантов 24 марта 2017 года Здесь тоже желание привлечь к себе внимание, самопожертвование и отсутствие серьезного вооружения тактической грамотности Сейчас, конечно, ФСБ будет сочинять, что нападавший, какой-то психонегодяй, но методы информационной войны Кремля всем хорошо известны Сорвать концерт и пресс-конференцию Путину ценой своей жизни мог решиться только сильно мотивированный человек Путин и российские спецслужбы отнюдь не всесильны У них немало уязвимых мест Этого врага можно и нужно бить К сожалению, Украина не оказывает необходимой поддержки угнетенным народностям РФ в борьбе с путинским режимом, с коррупцией, преступлениями и нарушениями прав человека Путинский режим надо помогать валить изнутри Материалы на СМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции на СМИ